Я всех от души приветствую на нашем строительном канале Строю дом своими руками И сегодня у нас наконец-то, как вы и мечтали, строительная тематика В этот прекрасный день мы отделаем комнату отдыха в сауне Начнем зашивать уже душевую кабину и парную обстреливать обрешеткой Поэтому я рекомендую не отключаться ни в коем случае Поставить лайк и написать какой-нибудь классный комментарий из 4-5 слов Мы знаем, что видеохостинг это очень сильно любит и продвигает видос дальше А давайте-ка знаете как сделаем? Я сейчас буду рассказывать, а за кадром будет происходить вся работа Потому что это, наверное, правильнее Я знаю, что говорящая голова вас периодически напрягает И буду рассказывать это все за кадром С чего мы все это начали? Сначала я взял перфоратор, потому что у меня не было тогда еще пистолета Насверлил отверстие, поставил прямые подвесы, 170-е, по-моему И на них начал устанавливать профиль 28х60 Это профиль потолочный или стеновой, там без разницы он ко всему подходит В общем, начал его монтировать Выставил уровень вдоль стены по плоскости И по нему уже начал крутить гипсокартон Грешен тем, что, опять же, на один лист я использовал где-то 3 профиля Может надо было 4 по логике Так требует Гипрок, Икнауф и нормальные гипсокартонные конторы Так, ну и вот, собственно, крутил, вертел Вмонтировал в них все розетки, подрозетники Вверху пакеты Пока еще не думал, как будет выглядеть наш потолок Но, скорее всего, в нем будут какие-то парящие карнизы Так же, как это у нас было в зале И, скорее всего, будет доступ к каким-то потолочным розеткам Не знаю, для чего делал так много потолочных розеток Но сделал, наверное, для каких-нибудь там светомузык, дискотек и так далее Сауна все-таки зона Чили И поэтому здесь хочется так приятненько отдыхать, сидеть, развлекаться, кайфовать Дальше начали крутить гипсокартонные листы Использовал я саморез черный, черный, 32-й, по-моему Ну, это глупо, конечно, правильнее всего использовать, друзья, оцинковку То есть, либо серебро, либо золотой саморез Тогда у вас не будет никаких потом подтеков от влажности и так далее Но в моем случае какой большой плюс Я уже год сауной пользуюсь Правда, не пользуюсь пока душевой Но, что хочу сказать, влажности большой здесь нет И правильно мне писали зрители в комментарии Что очень важно именно сделать правильную вентиляцию Что сауна – это не только парная душевая Здесь еще и должна быть хорошая классная вытяжка И это все, друзья, я тоже учитываю То есть, в самой комнате отдыха стоит система вентиляции, которая будет принудительная То есть, когда будет влажность, то она будет включаться и высасывать ее через наш основной вент-канал Поэтому тоже все решено Поработав перфоратором, это даже в кадр я оставлять не стал Потому что это пыльная, отвратительная работа Потом у меня появился пистолет И вот мы пистолетиком уже классно простреляли все эти подвесы остальные, которые необходимы Я добавил на листах еще дополнительно по одной прожилини Там где-то реально необходимо Еще момент, друзья, важно, как правильно проходить углы То есть, я проходил полностью всю пачку листов по стене Потом эта стена подходила уже к краю В угол я прикручивал брусок гипсокартоном И к этому же бруску уже прикручивался у меня лист, который идет сюда И все, получалось, что угол сформирован Угол крепкий, классный и отличный И так я все углы делал Один нюансик, друзья, смотрите Там в углу у меня примыкание к самому углу Соответственно, там вырезки нет под угол Я мог бы сделать из вот такого профиля, чтобы потом здесь намазать Но с углом работать проще, мне так кажется, чем со стеной Потому что трещины на стенах – это такое себе удовольствие Если вы поняли, о чем я говорю В общем, вот эту выемку я оставил на стену на продолжение А обрезку я сделал на угол Здесь я возьму потом небольшую фасочку И это замажется угловым профилем Будет здорово, когда мы будем это уже финалить Все, друзья, крутим дальше и готовимся уже к отделке Потом душевой кабины Но это я уже в следующей серии вам буду показывать Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Как вы видели, я эту штуку принес Но не поставил Не хватает нормальных прожекторов в доме Просто катастрофически не хватает И еще второе Я же пчеловод, я же турист И вот эта штука работает от аккумулятора Работает шикарно Всего лишь 24-вольтовый аккумулятор Нужен вот в этой части Втыкаешь сюда и пошел работать Два режима Это сильный режим И чуть поменьше с экономией электроэнергии Так как мы сейчас от сети Мы можем включить на максималку И согласитесь, что вот такая лампочка Которая шарашит 2000 люмен Намного эстетичнее Компактнее и интереснее Чем вот этот художественный софит Ну и не пылится как он С ним приходится постоянно трепаться Эта штука имеет дополнительное крепление Можно повешать хоть куда Или повесить Я тут как-то говорил Это повесить-повешить Меня за это ругали Так берем Прищелкиваем Вот так И можно Либо на какую-нибудь перекладину Либо можно сюда что-то подвешить Можно его как-то растянуть на резинках Короче, просто удобный Классный софит Который вдобавок ко всему Работает еще от аккумулятора Супер Продолжаем работу Продолжаем работу Продолжаем работу Ну я наверное его все-таки подцеплю Это конечно же От сети Смотрите как хорошо Все, работаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что хочу сказать По комнате отдыха По комнате отдыха мы закончили Она вся обшита И теперь нужно просто взять замазку И пройти все соединения После чего я очень хорошо это прогрунтую И начну клеить То есть не клеить, а намазывать Обои Silk Plaster Помните? Ну мы весь дом ими сделали Это классные обои Это классные обои И я их прям люблю и ценю Но я думаю что это лучше показать Чем рассказывать Не быть голословным Взяли их уже год назад Они все лежат Это такая декоративная штукатурка Для фасадов и внутренних работ Фасадных и внутренних То есть ее можно и на улицу Можно и внутри Там уже в бадье Замешаны Жидкие обои Вот То есть мы сейчас нанесем В два слоя грунтовочки Давайте покажу Чтобы вы уже просто Если начнете искать Чтобы вам было проще Вот И после чего Женя начнет наносить Вот эту декоративку Она прикольная Я ее открыл Там какие-то камешки Как мрамор Знаете? Такая мраморная крошка В чем самый прикол Этих обоев Ну Этой декоративной штукатурки Она влагостойкая Она не боится воды И для сауны Это будет самое то Но есть же мы сделаем Еще и бильярдную Потому что Ну Влага все равно Как-то Я подумал Что так будет лучше В общем работа кипит Не думайте Что я вот прям отвлекся И фигней занимаюсь Я работаю Я строю Строю наш дом Потихонечку строю Как могу Так Я рад был вас видеть сегодня Работа прошла Хорошо Сейчас в следующих роликах Мы будем обшивать Внутри сауну И внутри парную И Думаю Что К лету запустим Уже в красивом исполнении Просто все В деньги упирается Понимаете Денежек то не хватает Вот в чем беда Вот как коплю Так Работаю Как появляются Так работаю Каждая вот эта Каждая съемка Вот Ну Просто представьте Гипсокартон или 700 рублей У меня ушло 26 листов На все мероприятие Только гипсокартон Саморезы сюда И так далее Вот Ну Я не плачу Я не рыдаю На все вопросы Ваши отвечаю Все До скорых встреч Увидимся с вами буквально Через несколько дней Пока